Каким аксессуаром можно украсить повседневность? Практически любым. Главное – уметь видеть концептуально, тогда преобразить реальность уже дело рук. В ловких руках дизайнера шарф расцветает синим цветком, и дело не в волшебном кольце. Луизе 22. Дизайн костюма – доминанта в сознании. В подсознании – детские игры в куклы, плюс много работы над собой. Пять лет учебы на факультете архитектуры и дизайна, и ее работы становятся событием на международных конкурсах. Ее коллекции демонстрируют столичные подиумы. Сама Луиза предпочитает носить исключительно простую, но именную одежду собственной марки. Сейчас идет работа над дипломной коллекцией «Эффект бабочки». Это концептуальное осмысление философии одежды. Я заглянула вглубь самого создания одного хотя бы костюма. Их у меня 13 моделей в коллекции. И каждая модель несет в себе какое-то раскрытие всей коллекции в целом. Японская притча раскрывает образ современного человека, потерявшего естественность. Бабочки без крыльев – нарушение законов природы. Как приговор в сегодняшней моде. В рамках факультета эта коллекция создавалась. То, что каждый преподаватель оставил след в этой коллекции. Потому что, конечно, если ты один это все делаешь, то ты не соберешь целостный образ. А так как ты работаешь с профессиональными педагогами, ты знаешь, что они тебе не дадут сделать то, что неправильно или не модно. Руководитель дипломной работы Луизы – ведущий специалист кафедры дизайна костюма Татьяна Васильева. Заслуженный деятель искусств Кубани. Известный модельер учит не только вникать в текстуру ткани, в конструкцию модели, но прежде любить людей и обращать внимание на детали. Рассматриваем человека в среде. Поэтому текстильный дизайн тоже интерьера для нас тоже не последнее дело. Кроме того, что мы изучаем все виды одежды. Наши студенты умеют все шить, умеют вязать, умеют придумывать, создавать, отвергая все вчерашнее и создавая новое. Искусство костюма и текстиля – новое направление бакалавриата, долгожданное для университета. Хотя де-факто дизайн одежды – это уже сложившаяся школа в классическом университете. Не только в художественном смысле. Здесь учат и экономическим основам, особенностям создания и продвижения предприятий отрасли. Создание легкой промышленности сейчас в начальной стадии. И вот мы как раз это понимаем, что мы, начиная судьбы наших выпускников, начинается развитие легкой промышленности у нас в России.